Приветствую вас, я прочитал вашу историю, прочитал ваш вопрос, увидел, что два эксперта сказали вам, что у вас все в порядке. Я, в принципе, с ними соглашусь, потому что ваша картина, она вполне себе в пределах нормы, но, как специалист, я, на мой взгляд, должен все возможные варианты, значит, я должен все возможные варианты проработать, и, значит, по этой причине хотел бы сказать так, вот ваша бесчувственность, во-первых, имеет начало, то есть я полагаю, что так было не всегда. А вполне вероятно, что имеет место быть защитный механизм, значит, от чего это вы защищаетесь. То есть, когда-то вы пережили, возможно, какую-то травму, ну, довольно серьезную травму вы пережили, вот, и, собственно, сейчас, исходя из этого, исходя из этого, исходя из этой, ну, из травмы, вы просто защищаете себя от, ну, от ненужных, по вашему мнению, опять же, негативных переживаний. Вот. И в таком случае это нормально, но нужно найти, желательно бы найти у вас вот то вот травмирующее обстоятельство, из-за которого вы сейчас потеряли чувствительность, если оно было. Если его не было, то у вас, значит, сформируется нервная система, и бывает так, что у человека нервность тем сильная, отобнащаясь слабая чувствительность, отсутствие нервозности и, в общем-то, спокойствие. В этом контексте у вас тоже все хорошо. Значит, ну, в сексе здесь, я полагаю, да, тут нельзя делать выводы, потому что формально у вас не так много было опыта, да, чтобы, значит, делать какие-то выводы, поэтому этот вопрос именно мы оставим до лучших времен. Я хочу сказать следующее. Если вы, вот, если вдруг вы увидите, что вам, например, все равно на, допустим, страдания людей, на переживания людей, если вы спокойно относитесь к тому, когда из-за вас там кому-то плохо или из-за вас там кому-то хуже стало или что-то в этом роде, то вот это уже довольно серьезно, и связано это, как правило, с симптомами психопатии, и в этом случае я бы рекомендовал вам обратиться к психиатру, для того, чтобы он все-таки, ну, диагностировал вас подобно. Потому что вот такое вот безразличие ко всему недействительность, это признак, может быть, признак психического заболевания, но, опять же, опять же, как бы, это только при условии, если имеет слишком, слишком яркую, слишком явную форму, и при том, что если вас действительно вообще ничего не трогают, в том числе боль и, например, там, страдания других людей. Вот. Пугаться не стоит, попробуйте построить отношения с людьми, попробуйте как-то реализовывать себя, если в будущем вы увидите, как бы, ну, что, ситуация продолжается, то вам стоит обратиться тогда уже к психотераписту. Вот. Это при условии, если у вас не было какого-то тяжелого события, события, которое заставило вас очень сильно переживать, очень сильно страдать, и вследствие чего у вас выработался защитный механизм. Вот. Значит, ну, пожалуй, пожалуй, на этом, в принципе, наверное, можно закончить мой ответ. В принципе, вот, все, что я сказал, что я хотел сказать вам, сказал. Вот, надеюсь, что мой ответ был вам полезен. Если остались вопросы, пишите в личку, помогу. Вам, если понравился мой ответ, буду благодарен, если сделает всего лучше. Желаю вам всего самого доброго и удачи.